Случай Нейтталкера, в том ему всё наоборот опять. Ну, если Нейтталкер сгоним, то он всё видит, конечно, а остальные-то герой нет. О, в Пиндрейнджер. И можно всегда пятым пиком забрать Слордара оффлайн. Но Роти Кей будет играть на Клоке. Два дня мы видели Слордара на ФП, здесь не нужна селёдочка никому. Не нужна? То есть, оно на Клоке, он по Шненком, в принципе, не может играть, наверное. Но он любит Клока. Ну, пускай Клока. Вот сейчас его забанят Клока. Тайтхантер тоже. А, Тарбуз! А, кстати, Тайтхантера банили против ЛГД. Да, было дело, когда уже был Клоквер в бане и Дарксир в бане. Леона забанили. Леона подобного, да. Но сомнительным бы он всё равно выглядел человеком. Во время второй ночи это вообще не игрок, а во время первой тем более. Ваня просит. Может быть, Ротикей на Тускаре просто? Может быть, Ротикей на Тускаре... А, так оно и есть. Ротикей на Тускаре. Если бы был Леоноподобный герой, то, естественно, Ротикей бы сразу отправлялся на марже играть. Но Леоноподобного нет. Леоноподобного нет. И что теперь делать его? Теперь посмотрим... Понимаешь, на той и ласт пик, что вы можете оценить все пять героев команды оппонента и уже сделать выбор исходя из последнего тоже. Так что заранее загадывать не стоит. Можно взять какой-нибудь Спектру? Или Фантом Лансера? Ну, Фантом совсем жадно. Мне Фантом Лансера нравится. Пекра жадно. Надо открыть табличку с героями для того... Лансеру против Дарк Сиро, что жило стоять? Нет. Именно на линии Лансера за Клодом Лансером. Сначала мы решаем насущные вопросы. Что взять сначала? Клодам. Клодам. Нага Сайрон. Не Лансер, но Нага Сирене. Похоже. Очередная интересная игра нам предстоит сейчас. Да, веселая. С Нагой Сайрон против Джайрокоптер и Ancient Depression. Вот. Ну и Спектру давай тогда закрепляем тоже. А Геррокоптера куда-нибудь убираем. Вот Леоноподобный бы хорошо смотрелся. Да. Он бы высасывал иллюзии и хиксил их. Его забанили. Предусмотрели. Все предусмотрели, да. Ну тут Пугнул разве что. На кэри можно взять. В принципе вообще неплохо она заезжает. Ротикей, кстати, играет на Пугне. Ротикей на Пугне ходил в оффлейн. Что быстро бегает, быстро фидит. Мало капель. Хотя пушит нечем. Но противная Сталкера неприятно, конечно. Ммм, да. От чего именно Сталкер? Ну он бегает, затыкает, дает нюк и все. На Пугне неудобно бегать. А, а, все проще. Неожиданно. Все проще. Не, ну игра будет действительно довольно скучной. Долгой и непоятно даже кто выиграет. Вот такой краткий анализ данного матча сейчас произошел. Прямо за 10 секунд расписалось все, что будет в ближайшие 60 минут от Бай и Егор. 90. От 60 минут. От 60 минут. От 60 минут. Посмотрим был ли прав Егор или нет. Этому узнаем прямо сейчас. Ну а сейчас, прямо сейчас. Ну а теперь слово нашим комментаторам. Спасибо огромное нашей студии аналитики за то, что порадовали нас своим 45-минутным перформансом. Это был потрясающий анализ всего происходящего. Да, 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 да. Ну и у нас сейчас начинается веселуха. Я бы хотел вернуть вас немножечко на полтора года назад. МСС в составе команды Maus Sports в решающем матче за выход против LGD. Да, да. Опять такие. И LGD в следующем матче уже во второй стадии играют против команды Cloud9. 2004 International реально очень-очень интересный. Так, у нас сразу кое-какие проблемы. Я попрошу Сашу перейти на тебя. А, ты миникарту как обычно не можешь нажимать? Да, я не могу вообще никуда кликнуть. А, ну привет, Reborn. Собственно, ну, давай... Собственно, я тоже... Я тоже не могу сказать. Ну, мы видим, что это точно так же. Мы видим, что это не так же, что это не так же. Третья секунд назад. Балюсток и галлюмируется. У нас, по-моему, из девяти матчей шесть отыграл Night Stalker, и очень качественными все эти шесть получилось матчей. Ну, хорошая такая полоса. Stalker, в принципе, мощный персонаж, просто потому, что большинство суппортов, они являются героями с основным атрибутом интеллект, и они по умолчанию очень-очень тонкие. Соответственно, Stalker просто нажимает на них правой кнопкой и начинает их убивать. Кстати, MSS сейчас тоже может здесь убить MSS, его подрывает Dazzle, но... А крива нету, есть же хил. Ну, первый левел же, конечно. Конечно, хил, к сожалению, один раз качнул он хил для того, чтобы хилять там Night Stalker. Ну, MSS умирает 1-0, да, LGD, битву за руну фактически проиграли, да, потому что MSS ту самую руну забрал. Ну, 1-1 по руну, забирают они по B. Мы уже обсуждали это, что с математической точки зрения First Blood, сделанный вчетвером, и руна, они фактически равны. Как бы там приблизительно те же деньги даются, там по 30 копеек буквально даются за это ФБ. Но, правда, товарища, который сделал ФБ, дается немножко побольше. Поэтому, ну, так вот умирать не всегда хорошо, но, с другой стороны, это не совсем критично. Не совсем критично, да, конечно. Это, в принципе, не важно даже. Просто немного некомфортно, если это происходит на нулевой минуте, ты пропускаешь... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, 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 да. Она точно так же стояла на этом же месте, где сейчас Нага стоит. Она просто стояла, добивала Крипчиков. И просто пришел, ее удалил Дазл. Да, он ее просто вытер. Полное вытирание Квапы было. Там, правда, Паучки были, но в любом случае, то есть... Не, ну, выглядело очень смешно тогда. Она просто стояла фуловая и просто пропала из доты. И вот ее просто не стало. Ну, бывает и такое. Ну, и последняя линия, про которую мы еще не сказали, это, конечно же, Бракс. Бракстон у нас на Queen of Pain стоит против легендарного Аутикея на не менее легендарном Клокверке. Ну, вообще, этому легендарному Клокверку будет здесь очень тяжело, потому что Квапа как раз очень качественно обыгрывает таких героев. С одной стороны, Клокверк не может ей вообще ничего когами сделать, с другой стороны, Квапа его постоянно задолбывает ножом. И на третьем левеле не удивлюсь, если Бракстон скачает нож в два и просто настолько задолбает этого Клокверка, что заставит его отступать. Но все равно Клокверк будет экспица. Вот мы видим, он еще и Крипчиков даже умудряется добивать. У него пока 5-2, то есть пока вот первый гейм он нормально падает. Зажали 1437 и это фраг в миде от команды ЛЖД. Во время вышла ММА и... Ничего не вкачал 1437, хотя у него не хватало маны, мы видим, даже на подхилл, поэтому на грейв у него бы не хватило 100%. Там 140 маны он стоит. Ну вот тогда вопрос, как же так он подставился, при том, что Нага не подставился. Ну да ладно, Нагим приносит в миде, я так понимаю, боттл. Да, так оно и есть, вот он появляется, боттл, и теперь будет немножко попроще. Здесь, наверное, ритс состоится против мэйби. И хотя мэйби на VR, да, тяжело сказать, что мэйби один из лучших игроков на Windranger в мире, потому что всегда есть Виха, всегда есть Сумаил, но я думаю, мэйби не менее хорош. Ну, просто стили могут банально не совпадать, потому что если Виха и Сумаил это два таких паберских суперагрессора, которые действительно очень-очень круто именно исполняют, то мэйби он может банально просто нажимать хорошо кнопки именно в драке. Не обязательно на стадии лейнинга кого-то овнить, это, конечно, приятный бонус, но это не обязательно. Не, ну, мэйби к нему каких-то претензий быть не может. Я вот, не знаю, в своем личном рейтинге, наверное, каком-то субъективном, он у меня явно входит в топ-5 лучших мидеров планеты. Это прям однозначно, может быть, даже в топ-3, где-то там, ну, на уровне с тем же Сумаилом, на уровне с Ихой, на уровне с Брагиным, я бы вот так где-то его поставил. Ну, действительно, очень хороший, непонятное дело, что на VRK он имеет этот игрок. Кстати, хорошая была статистика, которую мы не озвучили. Вы же извините, ребят, мы не всегда озвучиваем статистику, но как бы иногда просто не хватает времени на то, чтобы ее озвучить. Ну, да, в контекст плохо вписывается порой. Да, просто вы ее сами хорошо видите, так что считаете, да, вы просили нас озвучить, потому что многие смотрят там на мобильных телефонах, либо на телевизорах, которые далеко не совсем видно, поэтому если самые такие интересные фишечки мы будем озвучивать, то уж не обижайтесь, если некоторые будем пропускать. Ну, вы их сами видите. Naga 6.55, просто ужаснейший винрейт, в районе 35%, это, конечно, жуть полная. Ну, так же, как у Phantom Lancer, у него тоже очень маленький процент обед. Танцер Паша вчера просто-напросто выиграл доту, и это было сильно. Так, там смотри, вот-вот сейчас сталкер показывает, почему он является хорошим суппортом, потому что он просто может зайти под вышку и начать убивать. Ну, вот отлично закрывают. Как хорошо заныкаться и вкатывается, он не убивает здесь. Да ладно, 40 хитов остается у Тускара, и это минус на это сталкер. Первого левела Шейкл Шот. Привет, братан. Шестой левел оказался у Мэйби, был уже вкус фаер, и просто расстрелит СВГ. Да, действительно, очень качественный товарищ, если с Айншелом врывается, уйти от него невозможно. Ну, типа, да, ночью от него практически нереально убежать. Если он найдет какого-то аппарата в лесу, то ДДС просто сразу лучше застрелиться, чтобы не мучиться, потому что это будет такая мучительная смерть долгая и практически неизбежная, если только не окажется какой-то ВР-ки под боком. Причем он даже может тебя не бить рукой, он просто бежит к тебе и голит. Да, он рядом бежит, поцарапнул, царапнул. Вот сейчас Ротка, кстати, пользуется тем, что он фуловый пришел с базы. Просто прогоняет Queen of Pain с линии, не заставил ее потратить блинг. Хотя мог... Ну вот, кстати, Бракс не вкачал Shadow Strike в 2, решил сэкономить. То есть, возможно, идет заготовка именно на какие-то более-менее массовые драки. С Cream of Pain у него в 3 уже. Ну да, значит, Болей будет готов драться. Все-таки, как ни крути, Клокверка тут погонять все равно будет тяжело, он качается через Рокки. О, кстати, помнишь, я рассказывал про сталкера, который гоняется за Паришем? Вот сейчас чуть это не произошло. Там, правда, Герохоптер вписался за своего братюню. А Паришем, ты куда, брат? Ты чего вообще сюда пришел? Ну, СВГ, кстати, может убежать и нет, не уходит. Чуть-чуть ему не хватило, но... Пойзи, у Герыча вот почему не уходит. А, да, ну понятно. Да, Герыч уже очень быстрый. Даже ночью не уходит на снать сталкер. Ну, сейчас была четкая иллюстрация того, о чем мы говорили. Просто пришел товарищ ДДС, его, братюня, защитил. Но в итоге товарищ ДДС решил, что раз за меня старший брат вступился, можно идти быковать дальше. Ну и был неправ, к сожалению. Совсем был неправ. Да, ну вот говорят, что на ланах у Наги все еще хуже. Да потому что я помню пару матчей, когда фигурировала Нага. Там эту Нагу брали вообще команды, которые редко ей играют. И в местах, когда она нафиг не была нужна. То есть там сам тоже текст выглядел очень грустно для этого персонажа. Ну да, было несколько суппортных, каких-то непонятных абсолютно. Ну да, 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 совсем вот не в кассу. И поэтому сейчас будет интересно посмотреть. Потому что сейчас действительно будет показательная Нага. Нага вот эта старая добрая, которая раньше там Суламид была. И вот сейчас... Слушай, если мы говорим про 6.85 ланы, это же все у нас все вот это четвертый лан получается, правильно? Это же... Если Нью-Йорк, мы лжи Нью-Йорк Лиан и Наньян Чемпионж. Все, вкатывается на СВГ, мэйби с дубл дэмэджем. Ой, как неприятно, мэйби просто. Еще минус СВГ. Много умирает Найт Сталкер. Он, конечно, пытается... Три раза в первую ночь, это немного, это тотальный провал. Не, ну он пытается как-то наводить движуху, он стягивает очень много и ТВР-ку. То есть то, что умирает Суппорт, это не самое страшное, что может произойти. Потому что, по факту, это такой себе, да, спейс-криэйтинг для того же Рицу. И если в итоге получится победить, можно будет сказать Найт Сталкеру спасибо за то, что погибала не Нага в миде от каких-то там выходов. Хотя до выходов еще далековато, потому что Клокверк. Клокверк вот только-только шестой получил. Сейчас, возможно, пойдет на кого-то нападать. Но тот же Тускар, например, он постоянно, ну, типа в ужасе. Хотя у него все замечательно, у него сейчас два фрага, два ассиста, у него уже аркан-бутсы. То есть главное не переборщить с этим тактическим фидом, так чтобы оппонент не имел слишком много денег. Потому что Куск на третьей, ну, точнее, на четвертой позиции, он реально сейчас совсем мажор. Своими аркан-бутсами. Силен, да, 8 минут у нас прошло. 5-1 счет пока пользует ЛГД. Три фрага было сделано на этом роуминге Найт Сталкер, который только-только третий левел имеет, поэтому не особо это отображается. Напали, МСС закрыли, коллдаун закрывается от боя ММА, это минус МСС. Размеренные качества, а тут папа на Суаро больше, что ты делаешь, не хватает дэмэджа. Боже мой, ну какая плохая игра от Queen of Pain. Можно же просто подключить голову и посчитать, что не хватит у тебя урона. 290, там, 300, а у герокоптера там было значительно больше хп. Не можешь ты его убить. Это же просто пулловый герокоптер, ну... В чем твоя проблема Queen of Pain? Не знаю, я не понимаю, на что Брэкстон рассчитывал. Неужели на то, что у него просто настолько лютый дэмэдж, четвертый крик, все дела? Да нет, нет. Слушай, а в итоге все получается вообще ужасно. Да. То, что он перемещается, умирает, это просто ужас. В итоге уже 3000 перевес, пользуя LGD. То есть, и это при том, что ребята с линии почти никуда не убегали. Не было никаких смоков, гангов. К ним сами приходят люди умирать. Вот только сейчас Ротк с хукшотом проявляется на оценку. Кстати, могут сейчас в миде принять Нага Сирену. И хорошее, хорошее, да, нападение. Здесь Мэйби должен шейклить. Мэйби. Да, тут выпрошен, нагует он. Вот, где этот Даззл? Чем он занимается? Почему он внизу? Почему у него нет телепорта? То есть, очень много вопросов сейчас к команде Cloud9. То есть, когда я смотрел предыдущую их игру, они выглядели просто как куски. На полном серьезе. Да, они играли лучше, чем Ньюби Янг, но они все равно играли очень плохо. То есть, было много ошибок и микро, и макро. Все-таки играть с топ-7 командой Китая, да, оно, ну, не то, что играть с LGD. Естественно, естественно. Ньюби Янг это топ-7 команда Китая. А вот сейчас мы видим уже действительно нормальную китайскую команду, которая умеет, хорошо умеет исполнять. Кнопки нажимать, как его говорят, киберспорт же. Киберспорт. Ну да, кнопка спорт. Кнопка спорт, все как положено. Ну и Квапа сейчас пытается кого-то найти. Зато у Даззла очень хороший левел. У Даззла есть шестой левел, у него есть топок, он радуется жизнью, 12 убитых крипов. То есть, Даззл старается быть полезным, зарабатывать себе какие-то деньги. Тут почти 1437, не могу кликать ни на какой дайрвард. У меня такая же фигня. У меня, например, в миде только что была просто табличка Error, она до сих пор есть. Плавает в воде, вот, утонула. Да, это проблема. Reborn. Reborn. Есть у нас тут несколько людей. Вообще? С компанией Больбо. Да, есть. Я сейчас расскажу историю. Давай. У нас, как вы знаете, у Арена была проблема. Ну, не была, у нее есть проблема. Вы помните и по интернешнл, и по прошлому, и по квалам. Он был Алладушком. Да, он был Алладушком. У него никнейм Алладушек в Доте, и он не может его сменить, он не может трейдиться, он не может не делать ничего, потому что он был 8000 раз зарепорчен людьми на своем же стриме. Когда-то. И у него в Доте, у него просто заходишь в стрим, и у него такая большая красная кнопка висит, что у вас там есть письмо от Steam сервиса, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и что, типа, вы забанены, вы не можете там юзать много чего. Ну, и это продолжалось очень долго, и как-то он не догадывался... О том, что у нас тут есть, да, ребята. Да, о том, что он сам был в офисе Валва как бы дважды там, да, ну, как-то не доходило до арены, что можно как бы спросить у ребят, типа, можете ли вы пофиксить. Захожу я сегодня к Валвам. Говорю, ребят, тут у нас проблема. У Арена, говорю, у него флагнутый аккаунт, он не может никнейм поменять, поэтому он с никнеймом Алладушек в лобби, ну, типа, это не круто. Не могли бы вы помочь? Они такие, да-да-да, не вопрос, сейчас поможем. Ну, и, собственно, сейчас на Браксов нападут. Да, сейчас папа убьют быстро. Ой, ну, мэйби, ну, что ж ты делаешь? Ну, ну, как же ж так? Ну, так же нельзя. Да, так вот, они такие заходят удаленно там в эту свою систему и так далее. Я так одним глазом смотрю, заходят на его аккаунт, там, Версута, все дела. Смотрю, заходят на аккаунт, такой красный аккаунт. Он говорит, да-да-да, он у нас в бане. Его, говорит, забанил один из наших русскоязычных модераторов. Он говорит, у него над его профилем стоит приметка от того модератора, который его забанил, это Капс Локом. Do not unban in any case. Да-да-да, было дело. Так, это был Слип по 1437, отзбили ему ТП от Слипа. И Шейкл по 1437, он погибает, Валрус Банча не добивает. 10-1, тут просто разгром от ЛЖД, они просто убивают к лодной PC-карте. Да, ну, Валвы разбанили арену, все закончилось хорошо. Но сказали, что мы разберемся, почему Do not unban. Почему Do not unban и Капсом, да. Но это очень трогательная была история, сегодня только мы разбирались с этим всем. Ну что, Тавер на топе, будут ли пытаться забрать как-то Клауд Найн, Бракс здесь. Бракс пытается собрать, я так понимаю, все-таки Орхит. Будет пытаться собрать, ну, потому что пока не совсем ясно, что у него к чему. Боже, меня так бесит, что у меня Нетворс по Игреку не переключается. А что он тебе не переключается? Не знаю. Опа, у нас тем временем Хукшот, Мима, Ульт, точнее Валрус Панч, Рицу. Ну, на Рицу напали, да, и он будет хорошо здесь. Да, он погибает, ну, без шанс, если его нет, ничего не сделаешь. Ну вот, Нага бомж, у Наги 1714 минута, у Наги нет денег. Реально нет денег. Это нельзя назвать какими-то вообще финансами. Мэйби, 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 мэйби умрет, да, мэйби умирает и немало денег сейчас дарит. Ну, ВР-ки, да чё немало, на самом деле мало, 209 голды, там, ну ладно, 800 получилось там в итоге, даже 900. Слушай, а посмотри сейчас вот на, там, где ММА и Сайлор, вот это у тебя тоже, что это такое? Где-где-где? А вот-вот под Сайлором. Это Вард. А, это Вард. Это Вард, да-да-да. Вообще неизвестная штука, мы когда играли с ребятами, они знали, как это делать. Ого. То есть они знали, что нужно сделать, чтобы Вард был забагован. Его, да, его нельзя убить, типа, в итоге. То есть его там как-то можно убить, но там тоже нужно заморочиться. Да, ну бывают такие продлёки. Ну, действительно неприятно, да, это стоит Дайровский Вард, и я так понимаю, если Сентри где-то сюда тыкнет, вот 1437 вот тыкнул и не достаёт немножечко, а вот тыкает ещё просто опсвар, то может быть он его и убьёт, ну а может быть и нет. Натыкал тут Вардов в 1437. Да, всё завардили. Ну, Дайровские Варды все эрорами подписаны, это совсем неправильно. Да, вот ещё один эрор. Ну, одни эроры, я вот пробежался по всей карте, там одни эроры. Ну и вот ещё один эрор. Это может быть именно из-за того Варда, который там выбран, или что это такое? В смысле? В смысле? В смысле? Я не знаю, с чем это связано. Я же говорю, что у меня ребята, с которыми я играл, они в курсе были как это делать, но систему мне не рассказали. Ну ладно, будем надеяться, что это ничего не значит, потому что в миде там был один эрор и разбил его спокойно на 1437. Ну да. Так что, может он не может прокликать именно, выбрать этот Вард, но убить его может. Ну, через атаку может быть как-то просто отправить. В миде, кстати, почти добил тавер, остаётся здесь 109 хп в вышке, может он её добить в ближайшее время, но она топит ДДС. СВГ думает, на него выбишь, кстати, СВГ, я так понимаю, хочет всё-таки выйти в хэнд оф мидас, а не ПТ. Ну или может быть так, ДДС, ДДС, ульт-аппарат отличный по двоим, но это минус Бракс. Ну и СВГ пытается убить, конечно, ДДС, получает шекел, погибает, конечно же, здесь ДДС, но СВГ тоже отправляется по верму. Отличная ответка от LGD, моментально они оказываются там, где надо, ну и, собственно, делают всё как надо. Нереально жёсткий разлёт, сейчас устраивают LGD своему оппоненту, ну типа очень-очень брутально, тем более у тускара сейчас появится Мекан, да, у гирокоптера уже есть шаяша, то есть можно сейчас просто идти и забирать все вышки, вот просто идти и забирать все вышки, потому что Cloud9 они не могут ничем ответить, абсолютно ничем. Паришин уже, кстати, с рецептом на мидас, ему осталось совсем чуть-чуть, это тот рецепт, который я люблю, когда покупают, а не рецепт на рецепт. Ну да-да-да, стоит значительно дороже, чем основной артефакт, для которого этот рецепт нужен. Винренджер с блинком, первым артефактом, не так часто мы видим именно такое решение. Ну то, что хвапу ловить. Да-да-да, да и не только хвапу, мы видели уже и не только хвапу ловили с учет этого, всё равно вынесет он свой аганим до двадцатой минуты, скорее всего, мэйби, ну потому что это мэйби, и он очень сильный. В общем, пока всё очень неплохо в LGD, с другой стороны 3000 уже нафармил рицу на нагия. Но этот момент тоже контролирует LGD, у них тут по-прежнему стоит вот этот эрор, который палит весь фарм нага сирены, то есть они примерно понимают то, что нага времени зря не теряет, то что когда-то у неё появится этот самый нужный артефакт. Тут, кстати, будет сейчас умирать, возможно, аппаришен. А я думаю, там будет раз ТП, я думаю, сюда прилетит кто-то, ну нет, будет нападать на него, да, DDC ульт даёт в ответ. Опять, опять не дособирал он себе до Мидоса уже в который раз, он уже там уровень 9 был, наверное. Чтоб лапа замёрзла, мэйби, ажи, да ладно, ну с трупом крипа, ну это вообще законно, я не понимаю. Есть Грейв здесь, пытается сделать палку, не туда, кстати, вкатывается, врывает на руки-ки, сбивает в последнюю секунду, ну и в итоге здесь тем временем провожает 14-37, баврус панч, это минус 2. Ну мстят за DDC серьёзно, ребята, из LGD. Да, совсем не прощают, вот абсолютно не прощают, очень классно вообще играют LGD, то есть клауда уже немного вроде бы раскликались, уже не так мрут, как раньше, но всё равно. Сейчас они мрут просто из-за того, что уже перефарм идёт достаточно неплохой, просто у противника уже героем становится мощнее, там та же ВР-ка уже с парой слотов, совсем неприятно. Да, он боя, кстати, попал, мрёт снизу, скорее всего. О, гирокоптер попал в том, ну я думал, что если была бы здесь ВР-ка, было бы блинг, шейкл и минус один, может быть два, я не знаю. Да, вполне вероятно. Так вот, прислушиваются к моему совету LGD, идут забирать все вообще возможные товара, то есть Тир-1 линию они уже почти всё забрали, там внизу осталась только вышка, но у неё там 300 хитов, совсем мало, сейчас как-то скорее всего выйдут. И можно вообще по нижней линии, там, вплоть до Тир-2 идти, вам всё равно ничего никто не сможет противопоставить, ну потому что нечем драться по факту. Конечно, можно попытаться через нагу, через слип, вакуум, квапу, но что потом? Вот смотри, рассказываю подробно, что происходит в идеальном замесе команды CloudNight. Нага даёт слип, в пятерых. Говорю прям про совсем пятерых. Да. В пятерых. Дарксир. Так, у нас там сейчас убили Найссталкера. Так вот, Дарксир, вакуумом этих пятерых стягивает, ставит стенку, квапа кричит, кричит, кричит. Ну, пятерых не будет там, ладно, аппарата не будет 100% в этой все досочки. Да, и это всё происходит всё ещё при нажатом слипе. Ну, такое тоже иногда бывает, у нас Virtus Pro обычно так любят. Так вот, тут всё равно, тут уже есть мека, тут уже герои по 1300, по 1200 хп имеют. Роман, о чём мы говорим? У Ротикея ноль смертей на девятнадцатой минуте, LGD не могут проиграть это. Да, да, да. Физически. Фирс Блады все отдают на всех турнирах. Все, привет, ты смотри, он ещё хукшотами попадает, отталкивает под ним. Боже, какой джекл! Да, да, да! Коги! Коги были феноменальные. Ротк просто бог Клокверк. Потому что если бы не Коги, Квапа бы упрыгнула. Она уже замахивалась крылышками, а в это время её оттолкнули. Боже, какие тайминги у LGD? Как же они играют? Да, VR-ка там просто не допрыгивала с блинка, она оказалась вот в лесу рядышком с этим всем. Ей надо было чуть-чуть времени. Да, и Коги ей дали этот запас времени. ДДС до сих пор Мидас не жмакнул. Бориться. Ну пойди в лес, чувак, ну там можно нажать на крипа, и за него экспу дают. Пассивно Мидас не даёт экспу, это плохо. И вот ДДС сейчас может включить Лила, да? То есть то, о чём мы всегда говорим, когда Лил играет на Парижне, у него есть точка. Вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Точка. Он там просто сюда заходит, стоит там всю игру, раз в 90 секунд выходит на вот этот спаун, юзает Мидас, возвращается обратно и кастует оттуда ульты. И является суперполезным. Не, ну аппарат он может таким быть. Да, это действительно полезный аппарат. Деньги какие-то у тебя есть, но судя по тому, что ДДС купил стики, он вероятно рассчитывает с командой немного потусоваться. Ну это не круто. Да. Да это не опытный, не опытный. Ну ладно. ДДС-то, ну какой-то опыт у ДДС может быть. Всего-навсего 5 International чувак отыграл. Ну какой там опыт. Ну действительно, такой зелёный ещё совсем салага. Да, не то, что Мэйби там. Да, или Ритсу, легенды. Да уж, ещё те легенды. А МСС? Ааа, МСС. М-м-м. МСС и Мэйсон, это прям вот два... Блин, мои два любимых игрока. Вот я думаю... Две легенды американской доты, что МСС, что Мэйсон. Оба просто... Я думаю, что если взять в одну команду. Да, Демон, Бульба, МСС. Мэйсон и нужен пятый. Американец, либо канадец. Ну, Энви не предлагать. Не-не-не, я сейчас тебе скажу. Я сейчас скажу. Кстати, 14-37 может подойти на эту роль. Да, 14-37 он типа полезный бывает. Так, там походу спалили нычку DDC. Ну то, о чем я говорил. Он не там стоял. Слушай, его спасают. Он живёт, здесь по-прежнему надо всё-таки добивать. Добивает его. Наслип есть. Мнака, кстати, Радиан к себе подвезла. Молодец. Очень качественно. Это минус ВГ. И Клокер кукшотнул кого-то, кого он там кукшотал. Он не долетел, а один крип был на пути. И в итоге не получилось подлавить здесь Нага с Сирену. Не, ну Нага с Радианцем. Окей. 21,5 минуты на это ушло. Ушла. И... Ну это хороший тайминг. Да, это типа средненько. Средненько. То есть неплохо, но и незамечательно. Но сейчас таймер поворачивается вспять и идёт отсчёт. 50-минутный. Ну да. Если за эти 50 минут команда LGD не выиграет. Да не, ну... То с Нагой... 12 тысяч голды и 10 тысяч эксперт. Я видел не такое. Поэтому... Таймер, он идёт. Да мы уже на этом турнире видели не такое. Вич и Вега. Вчерашняя игра номер 3. Пересмотрите, если хотите. Там объясняют Вичи, что 12 тысяч эксперт вообще не деньги. И на них обращать внимание просто-напросто не стоит. А, 15 тысяч вообще... Так кто пятый? Роман, кто пятый? У нас Бульба, Демон, МСС и Мейсон. Нам пятый. О, я знаю. Нам нужен... Корок. Уголовник. Корок. Вот, вот, вот. Я вспомнил про него. Это будет предводитель бригады. Да, просто... И это... И назвать их команда А просто. Я не знаю, как-то вот так вот. Или ББПЕ. Тоже норм. Для Корока самое оно. Ну что же, ребят, предлагайте в Твиттере свои версии Dream Team'а американского. Может, мы вдруг кого-то забыли. Может быть. Ну, я вообще уже назвал Cloud9 NA Rejects командой. Только заключением того, что тут есть пара новых имен. Ну да, это NA Rejects версия 2. Это как... У нас есть CIS Rejects, да? И есть Yellow Submarine, который CIS Rejects 2.0, фактически. Да, это NA Rejects. Потому что тут тоже были... Ну, как бы, и Брак сыграл в нормальных командах. МСС, 1437. Из новых только вот 3 CIS VG. Но тоже уже такие немного потасканные ребята. Да. Играли они там за разнообразные коллективы. Я вот что-что. Единственное, что я жду из американской Dota. Сколько лет мы ее комментируем уже, да? И вот только некоторые команды начали появляться. Да, потому что на этом мажоре, кроме EG, две команды получили слоты. Очень редко такое бывает на турнирах. Даже на том же International. Я очень хочу команды Левиафана выглядеть на лане. Блин, они неплохие. Слушай, вот Мэйби МСС просто запрыгнул, ему домой убил. Да, они неплохие. У них есть пуджик, они с ним играют. У них есть стиль, интересный игровой стиль. Единственная команда в Америке, про которую всегда, когда она тебе в расписании выпадает, и такой, ну, черт, сегодня с 12 ночи до 6 утра к Америку хамить. И потом такой, о, у тебя Левиафан. И такой, ммм, норм, Левиафан и перуанцы. Это ж топчик. Ну да, они могут удивить, они могут взять какой-то вообще абсолютно неадекват, и даже нормально с ним исполнить. Кольский ульт-аппарата. Так. Там подсветили сейчас клапу. А блинкануться за ней в догоночку через три. Видно, видно ее, видно. Иу, да ладно, Ротк просто феноменально. И прямо на ДДС падает в Афаю, доходит пауэршот. Она убьет ДДС. Да и пофиг на ДДС. Главное, что сам Бракстон погибает. А ну Ротикей. Боже, этот Квокверков, Квокверков. Ротикей просто нереально играть сегодня от него. Квокверк, нет, 1437 ему в лицо. Да, мне кажется, 1437 должен умереть просто от того, что Ротикей рядом с ним бегает. Но он, кстати, сейчас умрет от того, что Ротикей тут за тавр война. Война-то за тавр. Да ладно, Ротикей. Да не-не-не, пофиг, пофиг, что Блейдмен раньше не включил. Ну там еще Грейв будет, Лоло. Так, слушай. Да ладно! На самом деле, Ротк тут винить тоже не особо можно, потому что он верил в то, что он его убьет. Он реально верил в это. Легенда на месте. Легенда на месте. Сорян, мы думали, что вот он, бог Клокверка. Да не-не-не, всего нормального дела. Он понимает, что он... Да что нормально, там было 4 крипа. Он отдал тавр, отдал фраг по 2 килограмм. Он сказал, что Даззлу, Даззлу! Короче, это называется «вертел я тебя на своем грюке». Ему реально было пофиг, умрет он, не умрет. Он хотел убить Даззла. Тут, кстати, Нагу нашли. Тут, кстати, совсем истерика там какая-то происходит, он вообще не понимает. Тут Нага умирает, вот это истерика в соло. А что она там делала? Она сплитпушила, да? Она с траволами? Да, она сплитпушила, все дела, но не до сплитпушила малость. Так вот, то, что Клокверк там погиб, это, конечно... Не-не-не, Клокверк не виноват. Не-не, дело не в этом. Дело в моральной составляющей. Я согласен, я согласен. Он берет. Ему было пофиг, вот в чем дело. Он хотел его убить. Я не сомневаюсь, что... Вот это огонь, вот эти два Даззла в глазах, вот это дынь-дынь-дынь-дынь, все. Я не сомневаюсь, что абсолютно все в прагеротике, так можно объяснить. Сайлар расстреливает Бракса. Боже, как Браксу больно, лол, а там с инжиньяша и вообще боль-то делает уже товарищ, как бы. У Роско сейчас еще появится Аганим через 300, и тогда вообще трепещи Даззл. Трепещите вообще все. Еще ракеты залетают. У Бракса нам тут и так уже со здоровьем проблемы. Ну, гирокоптера в действительности останавливать нечем, потому что мы совсем забыли про Сайлара. Крипчиков бьет, попутно втихаля бьет героев, потому что у него уже целых шесть фрагов. Там, кстати, в миде у нас едва не погиб Даззл вновь. Пошла Мека, пошел Архилл самого Даззла. Да, ну и Нага. Нага продолжает фармить, Нага потихонечку выходит в монтостайл, соответственно. Да, она тут подсказывает, что это вард с фри-то-плея так отображается, и много людей... А камера вот эта, как бы. Ну вот, может, может. Я еще подсказываю, что тренером Блэка обязательно нужно занять. Кстати, да, да, да. Думаю, можно. Ребят, вы красавчики. Вы уже советуете очень хорошие команды. Это прям то, что надо. Не, 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 Роман. Что, 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 что? Все до фени. Кого, кого написали? Все до фени. Я сейчас ретвитну, ребят, лучшую команду. Просто спасибо вам, что вы пишете в твиттер. Я пойду почитаю тогда, ладно. Ты не палишься? Я пойду специально. Я не поленюсь. Просто не, не, вот я тебе покажу картинку. А, не, ну, эта команда вообще мечтает. Пять Икс Майков! Это лучшая команда в истории американской доты была бы, да. Как мы могли забыть про Икс Майка-то? Ну, Икс Михаила. Не, ну, Икс Михаила менеджером надо, он бы замашнил, что... Да, о, кстати, Икс Михаил менеджер, Black Trainer. Боже, какой Dream Team мы сейчас придумали. Это просто фантастика. Да, но тут Рошана забрали. В принципе, в этой игре абсолютно все понятно, ребят, да. У нас там, кстати, были какие-то проблемы. Мы просим прощения. Был звук у вас в эфире минуты две подряд, как кто-то впихивал и выпихивал USB в что-то там. Сорян, это там, не знаю, что это такое. Ну, что-то было. Может, кто-то у нас там на туре в режиссерке флешку впихивал, выпихивал, выпихивал, выпихивал. Поздравляем режиссера. Так, там Нага у нас кричит где-то. Нага кричит, чтобы сделать TP-аут и делает TP-аут. Нага кидает своего Night Stalker. Ну, это не по красите вот так вот делает. Некрасиво? Некрасиво. Ну, действительно, ну... Ты можешь начать TP делать буквально на полсекунды после того, как он делает TP. Ну, это же нелогично. Ну, или же... А, может, они вдвоем летели на свой T3 Tower, поэтому так больше было, я не знаю. Это, в принципе, возможно. Так, что у нас там внизу происходит? Внизу у нас пока Квапа. Квапа тоже боится. БКБ скоро будет. Ну, вот пока нет БКБ, она боится. Она реально боится. Ну, по XP 20 тысяч XP, 16 тысяч голды LGD просто доминирует на этой карте. Они ничего не делают в этом проблема. Ну, может, Нагу в соляну не убивает пока или убивает. Да, убьет, убьет, убьет. Но там нет никакого escape. Так вот, если в ней эти смерти Наги, вот эти рандомные в разных частях карты, то все было бы совсем плохо для LGD, потому что, как бы, Глок и стикинг, и поэтому в любом случае, что бы ни делали, Нага при грамотном исполнении может просто нереальную игру вывернуть. Если она вынесет Акторин и еще там что-то, это будет беда. Ну, Мэйби, тем временем уже с МКБ прыгает на Дазла. Шейкер, неважно, не сработал. Проблемы могут быть у Мэйби. Пытается уйти. На него напали. Мэйби на развороте говорит, давайте пообщаемся, ребята. Ну, Орхит отхватил сейчас Мэйби. Ничего страшного. Тут еще и гирокоптер рядом. Вот, вот. Нужно LGD подтягивать наконец своего гирокоптера, либо к нему подтягиваться, потому что Сайлор вообще на своей волне. Уже половину игры, ну, даже не половину, всю игру, на самом деле. И поэтому нужно драться теперь с вашим пятым игроком и начинать забирать стороны. Тут хватит это терпеть. Да, вот ВВ, слоу граунда, стреляет. Мисс, 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 мисс. Ну, да, миссов много, на самом деле. Даже несмотря на то, что есть ВВ, поздание. Это нелогично. Ну, что это за фигня? Ну, поздание можно миссовать там. Был патч в доте. Сделали, так можно. Ну, чтобы не было вот этой фигни с ВВ, слоу граунда. Расстреливающий тебе вышку? Не, ну, да. LGTB спокойно заходит на хайграунд. Кстати, перед эфиром слушал интервью Паши, который он дал НС на канале ДТ2РУХАП. Можете посмотреть там. Пашу интересную фразу. Сказал, что Китай-китайцы — это про нация, рождённая на хайграунде. Что люди про хайграунд говорят всё. Так, слип. Кракверк, врывая просто слип. Кракверк, врывая просто слип. Кракверк поговорил. Ну и что, Кракверк ответил на команду. Есть у него Blade Mail и защищает его команда. Пошёл у нас All Down. Пошарик под фонтан. Сейчас летит. Кстати, очень миленький шарик. Уху, получится. Да, будет ММА сейчас здесь умирать. Минус ММА, но в сторону потеряли уже. БАПа улетанула практически. ыыыы. Стову. Привет, говорит… И героконтер просто райд кликом начинает разваливать. Да, флэк по коне. Через 10 секунд будет очередной флэк. Добьют с Борак или нет, думаю, одно вопрос. Ну кажется и добивают. Да, добивают. Боже, Мэйби нереально. Какая игра с него просто отличная? 10-1-11. Вот, мы говорили про то, что типа Сумаил, там, Виха и все такое. Ну вот он, Мэйби, на Windranger. Ну да что ж ты творишь, чертяка, остановите ее кто-либо, пожалуйста, продолжает расстреливать Ритцу. Ну и убьет, кстати, он Мэйби, да, убивает. Мэйби, но это первый раз, 437 погибает. Ротку убил Дазла. Да, да. Он ему отомстил. Молодец, Ротка. Да, тут еще пару тысяч по СВГ, еще два удара. Ну уж так, будет ли? Ульт-аппарат. Да, уворачивается. Вернулся, красавчик. Кстати, LGD с момента того, как они забрали здесь оба барака, они больше ничего не делают, они просто дерутся. Надо прекращать. Чтобы ты понимал эпичность, эпичность вообще Роттикея, он действительно отомстил Дазлу. Суть в том, что он за эту игру один раз умер и сделал один фраг. На Дазле, на Дазле, именно. Он умер от Дазла, и Дазла же умер. Это месть. Это, да, это кровная месть. То блюдо, которое лучше подавать, как там, теплым или холодным, я не помню. И важна стенка. Одного крипа стянул МСС, прыгивает Ланэм. МСС нормально тут стянули. Да, МСС уже стянули. И СВГ сейчас стянут. Да, не хватает одной плюшки. О, минус вторая линия. На третье там, правда, Тир-2 стоит, но к Тир-2 уже подбираются крипы, причем огромная бригада крипов. Думаю, что это большая проблема, сейчас быстренько туда пойдет просто у нас мэйби. И с ним Тауров расправится в секунде, 4-600 денег у него есть. Еще в Сталкера плюха залетела под фонтан, а порешено, поэтому он еще не уйдет. Ну а, минимум, среднестатистический Клок наносит 75 тысяч дэмэджа ракетками. У Роти Кей тут показатель 10-400. Мы много раз говорим о том, что есть Клок-Верк, который предпочитает качать ракету, есть Клок-Верк, который предпочитает качать батарейку. Ну, Роти Кей предпочитает качать ракету, ну и в этой игре, кстати, с батарейкой мы бы ничего не светили. Он просто не втыкает с ней, то есть у него, если обратить внимание, у него почти по кулдаун ракета летит. У него 2 секунды назад прошел кулдаун. И прилетел Роти Кей, получает сайлент, получает кортик. Да, у него еще форт-ав есть, он уйдет в любом случае. Буду сейчас нести третью сторону. Да, жду дальше Роти Кей, сейчас полетит очередной хук-шот, Роти Кей, давай, надо бы, надо бы Роти Кей. Да, вот еще ракета, просто по кулдауну залетают эти ракеты. Она ультимейтом там пугает, и пошел Роти Кей на хайграунд, кулдаун просто шикарный, врывается, ММА-2, блестящая игра от JD. Идеальное исполнение, да. То есть, вот эти 33 минуты, последних 20, это просто предсмертная агония команды Клоуд Найн. И, честно, было понятно с самого начала, что... Да, слушай, они одного Апаришина убивали, там, ВР-ку один раз убили. То есть, тут... И Роти Кей. И Роти Кей, ну, Роти Кей сам себя убил. То есть, тут, бесспорно, ну, Роти Кей легенда. Он героинский пал в сражении с Дазлом. 2-1, еще кого-то убил. На пятой позиции. Ротка, красава. Не, ну, погоня была просто феноменальная. Хорош, Роти Кей, давай, он там выходит. Да он реально гнобил, говорит, видели, как я его порвал в конце? Просто развалил. Просто, да, красава. И Роти Кей, капитан.